В Кремле сегодня чествовали представители самых разных профессий, но их объединяет одно. Выдающиеся результаты в своем деле. Наука, искусство, здравоохранение, а еще госслужба, производство. Свыше 30 человек получили награды из рук президента, который отметил вклад каждого из них в развитие страны. Репортаж Павла Краснова. Вручение государственных наград, как не раз подчеркивал президент, одна из почетных обязанностей главы государства. Церемония, по традиции проходящая в Екатерининском зале Кремля, собирает людей, добившихся в своей работе выдающегося успеха. Причем спектр занятий, приглашенных, огромен. Наука и культура, образование, медицина, журналистика и дипломатия и еще множество других областей. Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, умения работать, причем с полной самоотдачей и, что самое главное, добиваться поставленных целей. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для тысяч, а может быть и для миллионов людей. И это не менее значимо, чем достигнутые вами результаты. А результаты, между тем, зачастую можно наблюдать воочию. Валерий Поташов, летчик-испытатель, удостоенный звания Героя России, помогал осваивать те самые боевые самолеты, которые сегодня в составе группировки российских ВКС выполняют задачи в небе Сирии. Испытываю определенное удовлетворение, что вот эти 24-е, на которых я проводил испытания, налетал на испытания более 3000 часов Су-34, которые в данный момент проводим, серийные испытания по гособоронзаказу Министерства обороны, то есть они успешно решают задачи, поставленные перед ними. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени получил Александр Масляков. Бессменный ведущий КВН, ставший символом этой передачи, с трибуны благодарил всех, кто за годы существования программы приобщился к клубу веселых и находчивых. Спасибо громадное миллионам молодых людей, которые своим энтузиазмом превратили в придуманную, созданную 55 лет назад телевизионную такую затею, игру, в настоящее неформальное молодежное движение. Движение молодых умных, веселых и позитивных людей. Спасибо им. Александр Масляков и оркестр приветствовал музыкой из КВН. Актера Василия Ливанову, достойного Ордена Почета, мелодии из советского фильма «Шерлок Холмс». Благодаря которому он стал знаменитым и снискал славу лучшего из актеров, которые когда-либо воплощали в кино образ великого сыщика. Слова Дауни-младшего. Он сказал, что Камбербетч и я, мы играем нормальных Холмсов, но лучший в мире Шерлок Холмс, русский. Среди награжденных сегодня немало представителей здравоохранения, главы научных институтов, занимающихся высокотехнологичной медициной. Орден дружбы получил кардиохирург Ренат Акчурин. Орден за заслуги перед отечеством третьей степени – врач-акушер Марк Курцер. Те же изменения, что и в детстве происходят и в здоровье материнском, в репродуктивной сфере. Открываются великолепные центры, и уровень здоровья будущего поколения улучшается с каждым годом. В числе тех, кто получил сегодня награду из рук президента – директор театра «Ленком» Марк Варшавер, глава Московского театра «Опереты» Владимир Тартаковский, певица Зара, официальный представитель МИД Мария Захарова, а еще учителя, священники, архитекторы, простые рабочие – всего более 30 человек. Государственные награды и почетные звания, они вручаются за конкретную работу, либо за совокупность достижений. Но и то, и другое означает, что каждый из вас чуть-чуть поднимается наверх, чуть-чуть делает свою отрасль и то дело, которым вы занимаетесь лучше, надежнее. И это все вместе поднимает чуть-чуть выше и нашу страну. И вот так постепенно, постепенно, но ритмично и надежно мы будем двигаться и дальше. Завершилось награждение бокалом шампанского. Это традиционная финальная часть церемонии, когда гости, обступив президента, могут пообщаться с ним уже в неформальной обстановке. Павел Краснов, Антон Чуковский, Станислав Оплетин, Первый канал.